Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Квасин, и специально для вас я притащил своего тренера Валентина. Всем привет, спортсмены и спортсменки. Ну, у меня, наверное, не так много спортсменов, но если вы спортсменка, то ставьте плюсик, короче, в комментариях. И сегодня, короче, я притащил Валентина для того, чтобы устроить вам слепой затест. Вот, ну, он не такой уж слепой, все флаконы стоят, Валентин их видит. Я уже все узрел, все понаблюдал, так сказать, поэтому малейшее представление есть уже о том, что это будет. Но затест слепой, поэтому я в целом в запахах вообще не разбираюсь. Последние мои затесты были в раннем детстве, когда там лимон, лайм и так далее, все. Но тут артиллерия посильнее, конечно, будет, как роллинглоф. Так что слепой затест. Так, ну, смотри, давайте с преамбула. Ты в парфюмере начал когда увлекаться? С появлением меня? Да, наверное, как мы с тобой начали общаться, и все, ты начал меня ознакомлять с этими, со всеми историями, духи-недухи, откуда они вообще, в целом все основные вопросы были тебе заданы. Потому что до этого как-то базово покупаешь там что-то, Антонио Бандерас, брызгаешься, там вот этот вот синий флакончик, ты такой лаймом каким-то отдает, и в целом нормально. То есть, не приторный запах, не вонючий какой-то. Не будем называть запахи, схожие с этим, с Антонио Бандерасом. Никаких кирки. И, кстати, Валентин тоже не поклонник кирки, богары, вот этих трендовых вонючек. Это просто, я считаю, изгои. Ну, каждому свое, скажем так. Чтобы не было у нас недопониманий, это выбор каждого. Хуйня. Это хуйня, да. Я просто не знал, что так можно говорить. Можно, да. У меня можно материться. Вот поэтому, кстати, девки мои каналы смотрят, потому что у нас можно все. Все отлично. Только хуйня показываю. Хуйня буду доставать. Это после. Вот. В общем, я решил притащить Валентину, потому что интересно будет парфманьячкам, парфманьякам именно вот этот незамыленный свежий взгляд на те ароматы, которые мы любим и знаем. Собственно, Валентин будет нюхать и говорить свое мнение. Вот. Подписывайтесь на телеграм-канал Валентина, кстати. У него скоро стартует марафон на 100 человек. Сейчас вы ему добьете. Подписчиков. Он ебнет марафон по набору массы. Потом ебнет марафон по снижению массы. В общем, выбирайте на свой вкус, что вам более интересно. Поняли? И все с призовыми. Да. С призовыми историями, фондами. Там что там, креатин. Креатин и спортивные добавки. То, что по моему личному мнению, субъективному, более полезно, более подходящее, да, скажем так, для базовых обывателей зала. Ну, вот. Ну, собственно, на мою телегу все подписаны. Вот. Парфюмерная сука. Ну, и все эти данные ароматы из подборки вы найдете на сайте РНДУ. Пользуете мой промокодик 10 кваса на скидку 10%. Вы берите мой аромабоксик ароматы с ой-эффектом, где 8 парфюмок собраны бережливо вот этими самыми ручками, вот, с любовью. Поэтому берите, мозги не ебите, и все будет охуенчик. А мы с вами начинаем. Начать? С чего начнем? А ты с чего хочешь? Роллинг Клав Киллиан. Собственно, на ней все внимание было заострено. Слово. Заострено. Это бывает иногда такое. Это вы видите, он даже шарит. Я так чуть-чуть, самая малость. Роллинг Клав. Вот вообще, это мой самый любимый аромат из скидки. И вообще, и сейчас Валентин скажет, как ему? И чем пахнет? Ну, говори все, что придет в голову по данному аромату. Такой цветочный, на самом деле, кажется. Цветочный с какой-то летний, я бы сказал. Он очень яркий, насыщенный, такой объемный, на самом деле, запах. Но, я бы сказал, такое на повседнев не поиспользуешь. Если, тем более, это закрытое какое-то помещение, да, мне кажется, это будет слишком приторно. Душный? Угу, но он не душный, он такой слегка терпкий, то есть, у него есть вот эта терпкость. Я аж потек от этого запаха, посмотри. На улице просто 30 градусов. Да, это нормально. Так. Есть что-то по типу, тонкий-тонкий такой запах, по типу, вот этот утонченный, не цитрус. Даже не знаю, с чем это можно сравнить. Не знаю, но вот это нотка цветочности прям. Цветочности и поощрение, это прям какой-то цветок. А какие цветы-то? Роза. Если бы я разбирался, Кирюха. Ну, роза там какая-нибудь. Возможно, роза, кстати. Роза, возможно, даже, ну, есть какой-то, возможно, пион. А помаду ты нюхал когда-нибудь? Нет. Таким не занимался. Не выдал вас таки под фальшивую помаду. Знаешь, вот мне загуглиться фальшивую помаду в гугле. Я еще, по всей видимости, не все знаю в этой жизни. Слушай, больше вот не знаю, но есть какой-то тонкий запах, который не могу разобрать полностью. А у тебя есть такая вот ассоциация, вот на простом языке, а вот тетки? Тетки. Ну, вот помнишь, тетки из детства, там, мамины подруги. Да, я понял. И от них такой вот запах пудры, вот этой косметики какой-то. Кстати, да, согласен, согласен с тобой. Вот этот как раз, да, запах пудры в перемешку с духами. Ну, он такой же... Это прям женщина, это прям женщина. Такой прям... Это когда ты прям вот, когда тебя должно быть много. Вот этот вот запах, когда ты хочешь, чтобы тебя было много. Короче, если вы толстушка, то выбирается роллинглав. Но запах очень приятный, очень приятный, честно. Даже в угоду себе я бы его носил все-таки на повседневе, чтобы люди задыхались. Но он просто вот на повседнев, он бы зашел. Но его тяжело будет воспринимать окружающим. А вот на какой девушке ты его видишь? Вот представь образ. Кто его носил? Слушай, она такая тонкая особа, она женственная. Она, возможно, не знаю, человек искусства. Скорее всего, эта девушка, да, человек искусства. Потому что запах, он такой именно утонченный, но он, как сказать, насыщенный, объемный. То есть он не пустой. Не быдло, короче. Не быдло, да. То есть здесь не пахнет вот этим вот балтикой девяткой, охотой крепкой. Здесь нет такого. Здесь, наверное, что-то вот мартини, да, знаешь, вот это вот мартини, апельсиновый сок. То есть вот эта вот женская особа, которая такая вот. Либо вино белое сухое, не красное. Пороче для такой эстетики. Да, то есть это эстетический какой-то запах, я бы сказал. Но не всем, мне кажется, подойдет, опять же. То есть если тут именно для своего, скажем так, носителя. Вот так вот. Тебе нравится? Да. По десятибалльной, я бы сказал, восемь из десяти. Восемь. На повседнев, мне кажется, не зайдет. Вот так вот. Поэтому минус два балла. Слушай, ну ты прямо это, слушай, нехерово так. Что-то шписался, да. Что-то понял. Что-то шарит. Окей. Так, теперь я тебе хочу подсунуть ядреную просто за лупу. Это один зонтик на двоих. Такой вот флакон. Флорайку. Вот. Вы его все профманьячки знаете. Он супер популярный. Вот. Мне кажется, ты сейчас сдохнешь от него. Вот. Ну я, по крайней мере. Мясо. Фу-фу-фу-фу. Слушай, вообще это... Ядрёный. Он даже не то, что ядрёный. Он... Ну вот, когда ты только побрызгал, и... Как называется... Не пробник, а... Блоттер. 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 Все будем называть своими именами. На блоттере был такой неприятный запах поначалу, но потом, то есть, он сглаживается и как будто впитывается. Да. Но это не спирт, это вот знаешь, как... Какой-то водянистый запах, то есть, больше водянистости. Так, в целом... Чем пахнет. По запаху... Вот сейчас я пытаюсь переварить его. Знакомый запах? Нет. Такого запаха. Там кофе. Там кофе мы занюхиваем, чтобы сбивать этот запах. Слушай, на самом деле пахнет какой-то даже косметикой, я бы сказал, тоже вот как раз, но это вот такая тоже. Но это прям на такую как раз тоже, это вот на крупную, тоже на крупную такую даму. Я так думаю, да, то есть, но именно здесь, опять же, объемность запаха, они, мне кажется, может они все объемные, конечно, может это я так воспринимаю, но вот эти вот два запаха, они реально... На песочное тесто не похожи. Нет, песочное тесто нет. На пирог, на какую-нибудь выпечку. Возможно чизкейк какой-то, возможно какой-то чизкейк, то есть вот какая-то пряность в этом есть. Кокосы, кстати, слышишь? Ну так вот в целом оставить. Кокос? Нет, кокосы. А-а-а. Кокос, да. Честно, не могу разобрать. Прям такой. Душный? Он не душный, но его много. То есть, я не могу просто понять, что это за запах. Даже ассоциативный ряд не срабатывает. Вообще мне пахнет песочной выпечкой, песочное тесто, вот эта вот херня нам сливочного масла. Да, я твой попробую. Да. Не, фиг его знает. Как называется? Один зонтик для двоих. Один зонтик для двоих. Ну, в общем, это скорее всего больше как... Как раз водянистость, кстати. Вот то, про что я и говорил. Но там есть вот эти ноты водянистости. Ну-ка, если так. Вот здесь больше пряностями как раз уже пахнет, да. Здесь, когда впитывается, уже нет вот этого. Нет вот этого запаха прям. Хотя, опять же, видишь, это блотер, и на нем не передаются все эти запахи, я так думаю, полноценно. Не могу сказать, Кирюх. Как оценишь по десятибальной шкале? По десятибальной, я так думаю, это можно носить каждый день, это можно юзать спокойно, забрызгиваться. И мне кажется, но опять же, не в помещениях. В помещениях этого запаха будет, опять же, слишком много, он будет слишком душный, слишком приторный такой. Да. Поэтому на улицу. Так, давай-ка я тебе залупу сейчас подсуну. Давай залупу. Вот, это у нас нудзи флору. Угу. Носомата. Короче. На. Такой слегка, я бы даже сказал, не залуп пятенькой, но, возможно, он какой-то вот древесный даже, наверное. Есть какой-то древесный, древесно-цветочный даже. Хм-хм. Не понимаю. Ну, смотри, мне он вообще пахт человеческой кожей какой-то такой вот. Угу. Челесный какой-то он. А потом он мне начал залупать, пахнуть. Мне кажется, когда его перенюхиваешь, да, появляется какой-то такой запах, который вот прям, он как будто портит. Потные мрази. Потные мрази, возможно, да. Да. Ну, слушай, он на самом деле, опять же, есть запах, я тебе говорю, нотки цветов, нотки древесные. И не водянистость, а... Ну, запах сепсиса с Алексеем Панином. Возможно, да, с привкусом ноги. Хм-хм. То есть, что-то такое есть. Но вот это, скорее всего, кстати, на свидание подойдёт. Да. Это вот для свидания, да. То есть, это вот, чтобы мужчина сидел, и он, короче, был озадачен, чем от тебя пахнет. Типа, что это за запах. То есть, это интрижка такая. Это запах интрижки. Вот так вот могу описать это. Это духи или писечные феромоны? Это, скорее всего, писечные феромоны. Да. Это чтобы ты сидел, нюхал и реально пытался понять, чем от девушки пахнет. В рестнике под стол заглядывал. Там нету ли там озера. Да, не то чтобы озеро. Лужица. Вдруг там трусы слетели. Ну, вот это такой запах, да. Да, то есть, первое свидание, если ты хочешь переспать. Запах загадкой. Ты бы носил? Нет. Почему? У меня бы трусы слетели просто. Я бы просто, я бы не понимал, чем от меня пахнет. Я бы постоянно был озадачен. Поэтому. Но по запаху 7 из 10, я бы сказал. И подойдёт на повседнев. Так, давай-ка я тебе базовую теперь одну историю струйну. Томфор «Чёрная орхидея», хит-хитовый, как бы, все знают. Сейчас интересно будет, как Валя его. Что-то знакомое, кстати. Я уже где-то видел такое. Подобное. О-о-о. Я его в консерватории носил постоянно, когда студентом был. Вот здесь как раз есть, возможно, как ты говорил, запах пудры. Ну, это какая-то, знаешь, опять же, ассоциация. Что это за женщина? Я не могу, наверное, передать запахов вот этих, потому что тяжело. Здесь очень много всего. Наверное, когда ты не парфюмер, когда ты не человек, который этим занимается на постоянной основе, то какую-то тонкость вытащить прям по запаху, наверное, тяжело. Но это такая девочка, мне кажется, вот она там любит почитать, она там, опять же, порисовать. То есть это, как ты говорил, музыка, да, то есть это что-то, возможно, связанное с музыкой. То есть она, возможно, она рисует. Ну, то есть это тоже какая-то особая, особая такая, но это девушка-загадка. Вот так вот. Здесь не пахнет никак интригой, это девушка-загадка. А ты здесь чувствуешь грибной такой вот тон какой-то, шампиньонистый? Поэтому какой-то сырой такой. У меня уже все перемешалось сейчас, подожди, у меня прям... Нюхник эспрессо. Кстати, хорошо перебивает, я не думал, что оно реально помогает. Это миниф. Я думал, это все фикция. Но, кстати, оно реально, оно чуть-чуть сбивает, все равно, то есть как будто более такой ядреный запах. Вообще надо это, глотнуть слюней три раза, либо выпить воду. Не, серьезно, три раза типа глотаешь слюну и все? Да. Ну, либо просто воздух глотни и все. И с глотками рецепторы, они обнуляются. Возможно, да. Кстати, есть запах вот такой вот спор вот этих грибов. Возможно, да. Возможно. Это вот когда, наверное, свежие шампиньоны какие-то покупаешь. Возможно, да. Но вот ты мне что-то подсказываешь, ты вкидываешь. В целом оно как бы подходит. Но сам. У них почему-то есть у всех, по моему ощущению. Вот в первом, по-моему, не было цитруса. Вот эти вот три, у них есть какой-то вот цитрус. Ну, есть, да. Что-то такое вот. Что-то. Но это тонкий запах. Здесь что это? Это, наверное, на прогулку. Ну, ни на свидание, ни какая неутончённая особа. Это больше такая открытая, женственная такая, наверное, влюбляющаяся. Запах влюблённости такой, возможно, я бы вот так вот сказал. Хера у тебя. Да. Пошли ассоциации. Нет, серьёзно. Это просто такой запах. То есть он, опять же, он просто очень приятный. Вот я его нюхаю. Он в целом не надоедает. Он не терпкий. Он не забивает, как бы, скажем так, нос. Да, то, что ты такой, господи, уберите это от меня. Он не вызывает каких-то, ну, как опять же я говорю, не вызывает никаких лишних вопросов. Просто запах приятный. А он мрачный? Вот как он в настроении? Он больше, знаешь, такой... Больше светлый, наверное. Больше светлый такой. Вот так вот. Не мрачный. Светлый. Как ты говорил, характеристики ещё последние вот эти вот ты говорил. Запах какой там. Тон. Это больше, знаешь, такой, да, светлый всё-таки тон. Да. В Питере, кстати, очень любят этот аромат. Очень много я шлейфа слышал от чёрной орхиды. Томфорда удивился. Но запах очень приятный. Я так думаю, он однозначно стоит своих денег, потому что такое, мне кажется, я бы смог спокойно носить каждый день. Это не на выходной день, это вот прям на повседнев приятный запах, чтобы приходить радовать людей собой, своим запахом, своим присутствием, наверное, вот так вот. В тренажёрке. В тренажёрке нет. В тренажёрке, мне кажется, это всё сразу. Кстати, расскажи, есть клиенты, которые пиздец, как на себя струячат духи. Да. Кроме меня. От меня всегда разит, как от корова. От тебя не разит, кстати, на удивление. От тебя не разит, у тебя запах, вот он вокруг тебя. Всё, у тебя нет приторности, у тебя нет излишек вот этого, знаешь, когда он уходит в объём. Когда вот по всему залу вот этот запах расходится. Была один раз ситуация, когда пришла женщина, и она просто проходит мимо. Это нереальный шлейф. Угадай, что это был за запах кирюха. Бакара. Не бакара, а кирки. Да. Это был запах кирки, причём он, знаешь, он такой вот, он как будто прям палёный, и ты вроде бы запах похожий, да, с чем-то. Уже есть такой, есть ассоциация с каким-то запахом. Но это кирки как будто, но вот они с рынка такие, да. Знаешь, вот как будто ты их купил с Авито. Да, крики. Как будто ты их купил на Авито, и вот этот вот запах, то есть он невыносим. Тем более, когда ты занимаешься, у тебя это всё спотом, оно как бы открывается. Это другие запахи уже совершенно. Ещё там ещё клиент может пёрнуть какую-нибудь, и это всё ещё смешается. У нас есть один этот напарник, который там подпёрдывает. Такой весёлый, может, не молодой человек, но достаточно, да. В закате сил. Когда ты сидишь, и так, не взнащай, он вкидывает. Вкидывает. Семку. Ты просто думаешь, господи, слава богу, я не рядом. Так, давай-ка я тебе теперь жопу подсуну. Теперь это кто? Это Амуаш Мифы. Амуаш Мифы. Вот, это такая очень спорная история. Вот, Амуаш. Амуаш всем любимый бренд, но этот аромат, к нему нужно знать подход. Сейчас не его время, но ты понюхай. Слушай, нифига себе. Здесь как раз, кстати, возможно, пахнет... Здесь знаешь, чем пахнет? Какой-то, возможно, мицелляркой вот этой вот. Есть такой мицеллярный запах, я не знаю. Но запах реально похожий. Ассоциация первая. Вот этой косметической смывки. Да. Запах, знаешь, как будто вот ты только встал изо рта. Такой вот запах реально изо рта. Я, опять же, говорю только то, что... По кошке нассали. Да. Но не то, что кошке нассали. То есть, это вот как раз запах не вот, когда ты просыпаешься, и ты отворачиваешься от человека и такой, господи, не дыши на меня. То есть, нет. Это больше такой обычный поседневный запах изо рта, наверное. Поседневный. Да, я серьёзно говорю. То есть, но это реально какой... Ну, какой кислый, солёный, сладкий. One minute. Он больше такой горький. Горький запах. Он терпкий. Вообще, тут цветок хоризонтемы. Это хоризонтемы? Да, да. Но тут такая вот очень спорная база. Она нет для жары, вот эта история. Это нужно в прохладу носить. Мне кажется, в жару, если таким набрызгаться, это... Так ты слышишь? Это ядерная бомба. Мне кажется, это просто, оно развоняется, это будет реально... Так это вызвание. Это будет запах изо рта просто реально. Ты будешь идти, а тебя будет пахнуть запахом изо рта. Бомжа. Бомжа, да. Слушай, но он, да, он больше такой на холодное время года, я бы не сказал, потому что летом его, да, всё-таки не... Ну, вот он в холоде раскрывается там омутом, какой-то болотом таким вот синистым. Возможно, на прогулку. Возможно, я бы такое побрызгал в гости, но... К недругу. К недругу, да. И так, чтобы в идеале у него ещё кондей работал в это время, даже зимой. То есть, чтобы этот запах, чтобы он полностью не раскрывался, чтобы вот он был только около меня и неполноценный такой, скажем так. Что я ещё могу сказать? На самом деле он больше такой прям, знаешь, он густой. Он реально очень густой, он очень терпкий. Мне кажется, если таким набрызгаться, если таким, как это, наструячиться, если таким наструячиться, то в целом можно кого-то задушить. Я в понедельник все наструячусь тогда в зал. Давай. Мне интересно, как это будет. Так, все задохнут. А что здесь вообще вот есть? Хоризантема, амбра, мускус. Мускус не чувствую, если честно. Возможно, это вот как раз базовые ноты, которые раскрываются в итоге. Но в основном цветочный аромат. Он цветочный, я с тобой согласен. Он цветочный. Но... Он спорный. Он, да. Он не для жары. Я бы... Это, мне кажется, опять же, это женщина такая вот. Это уже прям женщина. Это женщина. Ну, девочка-припевочка, слушай, 17-летка, она не будет такое носить. Согласен. Будет носить там фруктовые водички. То есть, это уже для женщины, которая прям уже такая с характером. То есть, она знает, как носить запахи, опять же. Да, она умеет, как сказать, вот этот образ держать, вот этого запаха. Потому что, мне кажется, каждый запах – это определенный образ. Конечно. Поэтому тут нужно уметь держать вот этот запах. Вот так вот. Так, и закончим мы на нежной ванильке. Угу. Так. Но это не значит, что здесь ваниль есть, поэтому ты не это. Нежная ванилька, окей. Это Труссарди для вида Милана, посижата Ингалерия Виктория Эммануэль 2. Такая вот собака. Оранжевая. Ее все знают, особенно мои парфмандяльщики. Хм. Запах очень знакомый. Ну, такая пидовка, да. Слушай, здесь есть вот шоколад? Есть шоколад? Есть. Отлично, я угадал. Здесь есть шоколад. Он сразу… Ты чего? Он сразу чувствуется. Иди сюда. Запах, знаешь, сладости такой. Сладости, шоколад. Слышишь? Лесной орех. Возможно, кстати, не лесным орехом, но, возможно, вот каким-то легким кедром, возможно, отдают. Но это, опять же, субъективно. Это субъективно мое. То, что я чувствую. Сейчас я отдышусь, но в целом. Это, да, такой, не пидовка, но это прям, это вот ваниль. Это прям вот максимально ванильный запах такой. Тут особо нет ванили. Когда, но… По настроению он такой. Я говорю, да. То есть, когда ты просто… Когда вот ты ванильный такой? Пидовочный такой. Пидовочный, да. Да, окей. Она сидит на балконе и думает о нём. Типа такой вот история. Слушай, запах очень приятный. Он насыщенный, но он не терпкий. То есть, вот его как раз… Опять же, много я бы его не струячил. Мне кажется, два раза этого вполне достаточно, чтобы просто вот запах держался. И держался, мне кажется, очень долго. Это стойкий запах. Это стойкий запах. Ну, это просто сладость. Это сладость. Конфет никаких не чувствуется. Вот сейчас почувствовал как раз запах ореха. Вот этого. Лесного. Лесного ореха, да. Орех, шоколад. Молочность какая-то чувствуешь здесь? Типа молочный шоколад. Есть не то, чтобы молочность, но… Это риттер спорт с лесным орехом. Да, согласен. Кстати, да. Согласен, согласен, да. Еще если вот молоко рядом поставить, вот примерно такой вот запах будет. И в идеале его еще разогреть. Почему-то именно разогретое молоко. Согласен, слушай. Носил бы. Носить носил бы. Оно в целом смотрится. Труссарди вообще, они, насколько я знаю, ну, как бы из тех немногих фирм, которые я знаю, Труссарди – это ребята, которые делают. Ну, это такой достаточно вот по парфюмерии, да и по одежде такой уже умершей, можно считать бренд. Но по люксовой парфюмерии. Есть же люксовая линейка. Это бутиковая плюс-минус. Она и дороже, и недоступней. Вот. Здесь Труссарди, они выжили себя максимум. Я всегда говорю, если Труссарди, то только собак берите. Вот. В остальном Труссарди, конечно, все уже. Ничего интересного. Вот. Ну, слушай, я от себя в шоке, что ты так это ассоциативные ряды тут подрубил. Ну, слушай, просто то, с чем запах у тебя... Вот первое, что ты чувствуешь, наверное, то я и передавал, да. То есть, ну, просто ассоциативный ряд, да, свой. То, что первое просто приходило в голову. Я даже старался не думать, просто вот именно на ощущение понять, вспомнить какие-то, возможно, запахи, да. То есть, даже если запах изо рта уже был, то в целом... Тут уже все понятно. То есть, но я бы не сказал то, что я прям сомелье-парфюмер такой, да, но, наверное, я бы смог что-то подобрать для себя. Вот так вот. Сомелье-парфюмер. Я бы кирками не стал брызгаться. Ну, и вы, в общем, девки, пишите, как вам слепые затесты с Валентином? Как вам его прочтение, взгляд на данный аромат? И, возможно, мы еще что-нибудь замутим. Вот. Ты не против? Да давай, я согласен. Будем эксплуатировать его, короче, станет постоянным гостем. Поэтому пишите, как вам видео, как вы относитесь к данным ароматам и прочтениям Валентина, ими. Пахнет ли вам, ну, этот, блядь, мифы запахом изо рта? Да. Да. Вот. Поэтому, в общем, пишите, как вам. Вот, подписывайтесь на телеграм-канал Валентина, вот, и ждите марафончик. Ждите марафончик, 100 подписчиков, и призы вполне будут вашими. Ну, а с вами был Яков Васин и тренер Валентин. И тренер Валентин. Поэтому смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, в общем, все делается. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...